Всю субботу активная и позитивная молодежь Иванова развлекалась на шестом межрегиональном фестивале увлечения. Одна из площадок развернулась в музыкальном театре. Посетители могли познакомиться с деятельностью клубов, движений и кружков. На сцене выступали танцевальные и вокальные коллективы. Равнодушных к организованному празднику не было. Весело было тут. Мы с девчонками тут веселились, как всегда. Мне здесь очень все понравилось, особенно разные организации, как танцуют и выступают дети, как особенно поют. Здесь очень весело. Волонтеры из Ильинского предлагали желающим поучаствовать в акции, обвести на куски обоев свою руку и продолжить фразу «Пить здоровью вредить, а не пить» вариантов было множество. Ребята даже не ожидали, что их флешмоб настолько удастся. Даже обоев не хватило. Больше всего порадовали именно положительные ответы. То, что быть здоровым, красивым, что общество понимает, что нельзя выбивать. И вообще все вредные привычки – это плохо. И без них у нас все будет хорошо. Здесь интерес для себя нашли маленькие посетители фестиваля. Педагоги Вичукского объединения «Артмир» предлагали ребятам освоить технику холодного батика. Желающие сами выбирали эскиз, наносили на ткани резервирующий состав, затем покрывали ткань акриловыми красками и сушили полученную картину. Маленький шедевр ребята могли забрать себе в качестве подарка. Батик, я считаю, что он сейчас очень актуальный. Детям это очень нравится. Получается все с первого раза. В этом сложного ничего нет. Но перед тем, как мы рисовать на ткани, мы еще проходим основу цветоведения. Самые основные моменты. И потом уже непосредственно переходим к росписи по ткани. Своё активное увлечение показывали ребята из военно-патриотической школы авиаторов «Высота». Одетые в военную форму, подростки провели мастер-класс по ведению рукопашного боя и продемонстрировали посетителям технику владения оружием. Я думаю, это очень интересно всем, кто обеспокоен проблемой патриотического воспитания молодежи. Поскольку именно такие знания помогают нам лучше понять необходимость защиты Родины. Почерпнуть полезную информацию можно было у этого стенда. Здесь волонтеры ЗОО 37 рассказывали неравнодушным, как можно приехать в приют. Насколько кошкам и собакам необходима человеческая забота и ласка. Некоторые посетители, вдохновившись рассказом о несчастных четвероногих, даже решили взять питомца домой. Мы пришли с целью привлечь молодежь нашего города к волонтерскому движению приюта. Потому что не хватает с животным внимания со стороны людей. Необходимо социализировать их для дома, для домашнего проживания. Поэтому очень нам нужны волонтеры. С уверенностью можно сказать, что среди стендов делегаций 13 регионов ЦФО найти увлечение по душе смогли даже самые взыскательные представители молодежи. Добровольцы, туристы, патриоты, творческие активисты, хендмейд-мастера, любители аниме и настольных игр. Кого здесь только не было. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иванова.